Этого события с нетерпением ждали многие ценители искусства. В Минске открылась самая большая арт-галерея страны. На тысяче квадратных метров расположилось около 300 полотен и графических листов выдающихся художников Беларуси со званием «Народный». Здесь представлены работы 19-ти. Среди них Леонид Щемилев, Михаил Савицкий, Витольд Беллинский-Бируля, Гавриил Ващенко. На такой арт-площадке собрать народных художников, живописцев и графиков пока никому не доводилось. То есть вот это мы впервые сделали. И, конечно, экспозиция получилась очень полновесная, такая содержательная очень. Витольд Беллинский-Бируля был первым художником Беларуси, который получил звание «Народный». Это случилось в 1944 году. Его работы скупал сам Третьяков. В этом доме картин можно увидеть своими глазами завораживающие пейзажи выдающегося мастера кисти. Когда мы сегодня смотрим на пейзажи Беллинского-Бируля, нам кажется, что они написаны, ну, может быть, прошлой зимой, никак не раньше. Свежи, чисты, необыкновенно лиричны. Рукописи не горят, и картины похожи тоже. Некоторые работы художника Виталия Цверко пережили многое, в том числе и пожар. Но уцелели. Сегодня они украшают собой галерею. Реставратор очистил ее. Реставратор ее реанимировал. Но специально оставил в области автографа нетронутые места, для того, чтобы вот эти шрамы остались видны. И, в общем-то, это биография самой картины. Полотна Владимира Товстика привлекает к себе повышенное внимание зрителей. Мастеркист и рад, что его работы представлены на одной выставочной площадке с корифеями своего дела. У них есть чему поучиться и есть чем восхититься. Как правило, все эти авторы работали, преподавали. И то есть они и складывали вот эту вот, будем говорить, Белорусскую школу живописи, появилась Академия искусств. И это основа профессионального образования, которое заложено. Эти картины долго ждали своего часа. Что-то хранилось в мастерских, в домах у родственников мастеров. Теперь они радуют глаз окружающих. Народные художники приятно удивляют пейзажами, портретами, натюрмортами, зарисовками, которые прежде всего были написаны для души. Я люблю Минск, люблю его с детства. И одна из тем, которые вот здесь присутствуют, это вот люди моего города. Также мне интересны исторические персонажи. И я часто мешаю временаз, ввожу и историю, и современность в одно произведение. Самая большая художественная галерея Беларуси планирует удивлять искушенную публику и впредь с октября здесь можно будет познакомиться с проектом «Великие классики XX века». В экспозицию войдут более 200 работ трех великих мастеров Анри Матисса, Сальвадора Дали, Марка Шагала. К тому же формат галереи предусматривает проведение лекций, показов различных фильмов о художниках и их картинах, лекций и семинары об искусстве. Подобного на стране еще не было. Путешествие по лабиринтам новой арт-галереи совершили. Диана Галих, Антон Филанович, Утро Студия, хорошего настроения.